В невероятной и драматической сцене, снятой на камеру, группа горбатых китов появилась недалеко от края причала гостиницы в Канаде и устроила настоящее шоу. Эффектное появление животных заметили все, ведь в тот момент, когда постояльцы наслаждались своим завтраком, вода вокруг них начала бурлить. Люди вскочили с мест, когда вода внезапно забурлила, целая стая китов поднялась из нее. Взволнованные посетители плавучей гостиницы Great Bear Lodge в Порт-Харде с восхищением наблюдали за тем, как киты резвились в воде, и если раньше это заведение описывали как плавучую хижину, расположенную в лесу, то теперь к характеристике можно добавить изюминку в виде китового представления. Люди вскочили с мест, когда вода внезапно забурлила, целая стая китов поднялась из нее. Догадываясь о том, что происходит, посетители домика собрались на причале и начали буквально подпрыгивать от волнения, осознав, что вот-вот увидят горбатых китов вблизи. Круг пузырьков в воде указывал на присутствие животных, и люди стояли на веранде, ожидая, когда существа поднимутся из глубины. Кстати, так называемую ловушку из пузырей киты используют во время охоты. Они плавают вокруг своей добычи и выдувают пузыри, служащие барьером для мелких рыб. Этой техникой владеют не все животные этого вида, ведь ей нужно специально обучаться. Потому увидеть вблизи пузырчатую сеть – настоящее чудо. Люди вскочили с мест, когда вода внезапно забурлила, целая стая китов поднялась из нее. В сюжете одна из женщин указала на воду, и уже через несколько секунд из глубины появились два горбача, приветствующие новых посетителей, находящиеся в этот момент люди, были поражены зрелищем и восхищались китовым представлением. Две женщины дали пять на удачу и повернулись к воде как раз вовремя, чтобы увидеть, как киты поднимаются в последний раз, прежде чем снова погрузиться в воду. Люди вскочили с мест, когда вода внезапно забурлила, целая стая китов поднялась из нее, а посмотреть на этот удивительный момент можно в видео, в котором автор ролика описывает происходящее, в другой направлении.